Представьтесь для начала. Михаил Кривошеев, биолог, кандидат биологических наук. Занимаюсь растениями и животными. Почему вы здесь сегодня? Я изучал, делал экологическую экспертизу для башкирской содовой компании горы Кустал в 2015 году. Получил от них зарплату. Но в отчете, который мы сделали по экоэкспертизе этой горы, было указано о том, что здесь на горе 30, как минимум 30, я уже не помню, сейчас уже 43, то есть 5 лет прошло, мы изучали гору. Продолжали краснокнижных видов животных и растений. И в итоговом отчете мы написали, что рекомендуется придать статус особо охраняемой природной территории горе Кустал. Этот отчет отправлен, собственно, в саму БСК, отправлен в Минэкологии. Он зафиксирован, но сейчас про него никто не знает. То есть вот замдиректора БСК выступал, сказал, что он не знает существование краснокнижных видов на этой горе. Это смешно, я от него зарплату получил, а он не знает, что у них краснокнижные виды на горе есть. И по закону об особо охраняемой природных территориях, об охране окружающих селин, запрещена любая хозяйственная деятельность в местах обитания краснокнижных видов. Ну вот просто запрещено. Они не могут ответить на этот вопрос. Хабиров спрашивал лично тоже, как вы собираетесь обойти закон, федеральный закон об охране окружающей среды. Он не смог ответить. Они сказали, мы пересадим растения редкие. В итоге никакой деятельности по охране редких видов животных и растений не было на этой горе совершенно. Сейчас единственный ответ, который они смогут найти, замдиректора, сказать, что мы не знаем, у нас нет данных о краснокнижных видах. Но это какие-то детские игры совершенно. Такого даже не бывает. Он говорил, что в реестре нет. А есть эти виды, они официально занесены в реестр? Ну вот, реестр. Что такое реестр ОПТ? Реестр ОПТ туда вносит именно охраняемые территории. Куштау, так как не придали статус охраняемой территории, естественно, ее нет в реестре. Ее и не может быть, потому что ее не дали статус. Хотя она есть в статусе проектируемых в ОПТ. До сих пор на сайте Минэкологии РБ можно найти информацию, что Куштау проектируемая охраняемая территория. Ее и не будет. То есть, они хотят каких-то официальных бумаг. Официальные бумаги договор, который подписывала Кировская сельхозакадемия, который делала тогда, нанимала нас для исследований Куштау, для экоэкспертизы. Официальные наши статьи, они научные статьи в научных сборниках. Причем две статьи у нас вышли в сборнике Академии наук Республики Башкортостан. То есть, официальные данные они вот есть. Красная книга как формируется? Также читают статьи люди, смотрят. Вот, указал такой-то Кривошеев доцент, указал, что на Кушталах обитает жук-колей. И в красную книгу вносят точки. Только так. Никаких вот юридических документов, так чтобы прямо какие-то, их просто не бывает. Это всегда на научной такой основе, на исследовании происходит. Не юристы решают, где живут краснокнижные виды. Биологи, ученые решают и описывают. Вот. 43 краснокнижных видов. Это огромное количество. Но здесь уникальные просто условия складываются на этой горе. Понимаете? Разнообразие ландшафтов. Вот Юрактау, он больше остепненный. То есть, там только степь, камни, петрофитная такая растительность. Здесь и лес, и степь одновременно, и маленькие озерца рядом. И вот это разнообразие условий формирует фауну, фуорус совершенно уникально. Она отличается от фонологии разнообразия. Кроме того, что вот здесь дорога, вот там завод, там отстойники, там стелетомак. Это не гора, это остров. Остров вот в этом антропогенном океане, окруженном человеческой деятельностью. И на него забегают все. Здесь косули, лоси, медведя мы здесь зафиксировали, кабаны, куницы. Господи, вот на этой горе, на небольшой горе, площадью 5 квадратных километров. Такое разнообразие 10% краснокнижных видов всей республики Башкорпостан встречаются на этой горе. Но это... Уникальная гора, да. Как вы думаете, подобные флешмобы, они могут на что-то повлиять вообще? Я надеюсь на это, да. Как минимум, это должен быть шум, шум на уровне России, во всех СМИ, потому что наши официальные республиканские СМИ, у меня много знакомых журналистов, им просто запрещают писать об этом. Даже если кто-то из моих знакомых, таких журналистов, у которых есть хвост в языке, смогли написать, то их попросили, мягко попросили высказать позицию ДСК. То есть, ну, хотя бы так. Нету шума. Необходимо, чтобы на федеральном уровне все знали об этой проблеме и о том, что нарушается федеральный закон. Ну, вот это смешно даже, ну, как-то.